Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. Взрыв бытового газа в Дагестане. Есть пострадавшие и погибшие. В домах дагестанских чиновников проходят массовые обыски. Первым в их числе оказался Шахабас Шахов. Анжи поднялся с последнего места в таблице чемпионата России по футболу. Об итогах игры с грозенским Ахматом сегодня в выпуске. Сегодня утром в одном из частных домов поселка Новый Кихулай произошел взрыв. Причиной возгорания послужила утечка газа. Жители дома в один миг оказались под завалами здания. Есть погибшие и пострадавшие. С места событий Абдулла Алиев. Мы находимся на месте происшествия. Сейчас сотрудники МЧС проводят разбор завалов. Как вы видите, от дома остались только руины. Спокойное утро жителей поселка Новый Кихулай нарушил страшный взрыв. В частном доме на улице Майковского из-за утечки бытового газа произошло сильное возгорание. В результате дом обвалился. В это время в нем находились жильцы. Семья Юсуповых, хозяин дома, его сын, дочь и внучка оказались под завалами. Страшную картину увидели соседи пострадавших, которые вызвали спасательные службы. Взрывы слышал я дома утром. Проснулся, думал, у меня что-то там произошло. Вышел, смотрю, ничего нет. Поднялся на крышу наверх, смотрю, ближе к мосту, что-то горит, дымит. Выбежал, прохожу сюда, смотрю, близкого товарища, дом горит. Начал звонить, 0-4, пожарную, милицию, кому только не звонил. Потом увидели товарища, нога торчала, начали поднимать плиты, вытащили его. Прибывшие на место сотрудники МЧС принялись за тушение огня. После ликвидации пожара спасатели вытащили из-под завала всех жильцов дома. Им была оказана медицинская помощь. Увы, двоих пострадавших спасти не удалось. Женщина 82-го года рождения Зульфия Ясупова и ее дочь скончались в больнице. Девочке было всего 12 лет. 7 часов 5 минут в смену старшего оперативного дежурного ЦУГ с главного управления поступило сообщение о взрыве бытового газа в одноэтажном жилом доме в поселке Новокахулай. Сразу на место происшествия прибыли оперативные службы МЧС России для проведения тушения пожара и спасательных работ. Пожар был локализован в 7.20, в 8.45 он был ликвидирован. Одновременно с этим проводились работы по поиску пострадавших. Сразу в первую минуту были доставлены в больницу три пострадавших. Поиски одного пострадавшего продолжались до 9 часов 15 минут. Послам очевидцев жители дома за день до происшествия сообщали в газовую службу об утечке. Но сотрудники Горгаза не среагировали вовремя на возникшую проблему. На следующее утро случился взрыв. Что-то газовики, как обычно, говорят завтра, на завтра все переносят. Должны были этот же момент сделать, а не на завтра переносят. Там пропускал газ по полной программе. Запах, все, все чувства, что проходили. Вчера вызывали газовиков с уличной стороны, там газ пропускал, где газовый блок, вот этот щит. Видимо, до утра она, я не знаю, взорвалась там, не видно, все обломками закрыто. Утечка газовиков, они вовремя не устранили. Сказали, открыто оставьте все, пусть проветрится, утром устраним. И вот произошел такой случай. В Горгазе комментарии по этому поводу пока давать отказываются. Версия о том, что газовики своевременно не устранили неполадки с газом в доме на Маяковской, проверяется. Абдулла Алифинус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В домах некоторых дагестанских чиновников сегодня прошли обыски. Сначала следователи проверили дом в Рио министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова, а затем квартиру его заместителя Тимирхана Халилова. Чуть позже стало известно об аналогичных действиях в доме бывшего мэра Каспийска Джамалудина Амарова. Предположительно, обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела о хищении 88 миллионов рублей во время строительства школы в Каспийске. Официальной информации пока нет, но известно также, что обыск провели и в рабочих кабинетах Шахова и Халилова. Несмотря на то, что на улице пасмурная погода и зима не за горами, в центре Махачкалы появились тропики. В одном из центральных торговых центров функционирует зоопарк-галерея. Посмотреть на рыб, которые притворяются мертвыми, погладить настоящего варана и узнать, чем питаются бабочки, отправилась наш корреспондент Лариана Шамхалаева. Апельсины, яблоки, бананы, желательно слегка подгнившие. Свежие фрукты этим прекрасным насекомым не интересны. 75 редчайших видов бабочек порхают в непосредственной близости и готовы сесть к вам на руки, если вы слегка сбрызнете фруктовым соком пальцы. Сильвия тигровая, рисовая бумага, павлиний глаз. Экзотические красотки редко живут более 10 дней. Поэтому в тропическом саду есть специальный инсектарий, или, как его называют дети, бабочки на колыбель. Больше всего мне понравилось это инсектариум, потому что это прикольно наблюдать за рождением бабочек, как они здесь висят, и, в общем, у них разная окраска и вид. Знать, что это были бусеницы, которые превратились в такие красивые коконы, из них вы составили такие красивые бабочки. Флора и фауна тропических лесов довольно богатые. Сотрудники зоогалереи постарались воссоздать ее во всей многогранности. Посчитав взмахи крыльев огневок и хохлаток, мы принимаем приглашение заглянуть в подводный мир. Здесь 37 морских экспонатов, среди которых рыбоспинорог, который просто обожает спать на боку, притворяясь мертвой. Зоологи шутят, что это тотемное животное людей, которые не любят осень. Представлены здесь два вида акул, мурены. Можно также увидеть команду из мультфильма, любимого детям и взрослым, в поисках Немо, увидеть стайку пираний. Ну и, в общем, отдохнуть, получить полный релакс. Акула белоперая, рифовая и кошачья, сегодня сытая и спокойная. Сделав круг почета в своем аквариуме, плавно опускаются на дно и отказываются долго позировать. Зато карпы и хищные черепахи с удовольствием принимают знаки внимания от посетителей. Гостям морской галереи даже предлагается покормить существ в открытом аквариуме. А, между прочим, в Японии ранее существовало поверье, что если выбрать самого яркого карпа коя и почесать его за спинку, то желание, загаданное вами, обязательно исполнится. Многие с опаской относятся к рептилиям. Некоторые испытывают панический страх перед змеями. Эта боязнь называется афидиофобией. По словам Татьяны Хребковой, сенолойскую королевскую змею многие путают со змеей семейства аспидов из-за ее яркой чешуи. Как отличить ядовитую змею от неядовитой? Это форма головы. Она овальная у неядовитых и плавно переходящая в тело у ядовитых змей. Она форма головы треугольная, так как в углах с обеих сторон находятся железы, вырабатывающие яд. А полосатый варан, который обычно обитает в Индии и Пакистане, сегодня прямо перед вами в Махачкале. И его можно погладить. А зовут его Гоша. Контактный зоопарк действительно полюбился юным махачкалинцам. Еноты, макаки, жабы, ящерицы. Всех можно потрогать и даже сфотографироваться рядом. Этот зоопарк не просто необычный. Здесь есть возможность потрогать животных, даже покормить. Большое разнообразие животных. Здесь много змей. Я здесь впервые потрогаю змею. Покормить не хотела. Ну и такие вообще возможности. А вот этот прекрасный бурый капуцин именуется Лола. Она очень дружелюбная, пахнет шампунем и любит микрофон ННТ. Посетить морскую галерею со отлетающих бабочек и контактный зоопарк можно ежедневно с 11 утра до 8 вечера. По адресу Расула Гамзатова, 93, торговый центр «Детский мир», 3 этаж. Лария Нашимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Дагестанские спасатели примут участие в международных учениях с представителями прикаспийских стран, которые проводит МЧС Азербайджана. Мероприятия под названием «Хазар-2017» пройдут со 2 по 3 ноября. Учение проводится с целью координации действий чрезвычайного министерства с другими государственными структурами при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Сегодня для участия в данных учениях в Баку выехали сотрудники Главного управления МЧС России по республике в составе 15 человек и 3 единиц техники. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Зумруд Гамидовой. Государственный долг Дагестана сократился на 3,5 миллиарда рублей и сейчас составляет около 12 миллиардов. По данным Минфина, республикой погашены кредиты перед коммерческими банками, а также досрочно погашены некоторые кредиты перед федеральным бюджетом. Рескрутизация бюджетных кредитов позволит высвободить бюджетные средства в размере более 4 миллиардов. Они будут направлены на решение наиболее важных для республики социально-экономических задач. Ураган снес крыши жилых домов в Огульском районе. Скорость ветра достигла примерно 25 метров в секунду. Стихия оставила в селе Бескровли около десятков домов. Не выдержала сильного движения воздуха и крыши средней общеобразовательной школы. Ветер ее полностью снес и обрушил в овраг. В Махачкале родители отсудили 3 миллиона рублей за смерть дочери от укусов собак. Несчастный случай, стоивший девочке жизни, произошел в феврале этого года. Девочка умерла в результате нападения собак. 2 июня мать ребенка обратилась в суд, требуя от власти города компенсацию морального вреда. Советский районный суд Махачкалы обязал чиновников выплатить компенсацию родителям девочки. Власти Дагестана прогнозируют, что туристический поток в республику в 2017 году превысит 600 тысяч человек. Это на 17% больше, чем за прошлый год. По данным Минтуризма республики, основную часть турпотока в Дагестан составляют жители соседних регионов и промышленных центров России. Около 60% туристов приезжает в регион летом для отдыха на побережье Каспийского моря. Футбольный клуб Анжи добился ничьи в гостевом матче с Грозненским Ахматом. Встреча проходила в рамках 15-го тура. Премьер-лигия завершилась со счетом 1-1. В первом тайме хозяева владели территориальным преимуществом, но опасных моментов практически не возникало. Примечательно, что оба мяча пришлись на добавленное арбитром время. Сначала после подачи со стандарта в центро штрафной площади отличился Уилкер Анхель, точно пробивший головой. Поздравляю! И вся команда по традиции в этом сезоне празднует этот гол. Но Анжи бросил все силы, чтобы сравнять счет. Уже в ответной атаке махачкалинцы заработали штрафной удар. Олег Данчинга со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, где Павел Яковлев головой пробил поворотом. Голкипер добрался до мяча, но спасти команду ему не удалось. Это Павел Яковлев, капитан команды, который играл на позиции правого защитника сегодня, спасает команду. Ничья позволила Анжи набрать одно очко и уйти с последнего места в таблице чемпионата. Следующую встречу 5 ноября дагестанский клуб проведет Перми против Амкара. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 58,11 руб., евро 67,64 руб. Таковы новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашем сайте nttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин